шалом раха прошлый раз мы задали такой страшный вопрос нравится ли мне молиться наслаждаюсь я ли молитвой если подумать то примерно полтора часа в день может немножко меньше мы проводим в синагоге молитвы если это без меня на молимся самим возможно это короче это получается около 10 часов в неделю шаббат это дольше это примерно 40 часов в месяц это около 500 часов в год поэтому это кроме всего того нас что без молитвы человек не может достичь ничего то мы должны просто понять мы столько времени так и так будем молиться поэтому неужели не стоит разобраться и понять что это вообще дело и тогда мы начнем действительно наслаждаться и мы сможем гордо сказать что мне действительно нравится молиться в этой прекрасной книге мы видим что в молитве есть своя структура и вообще шампинкас объясняет что сказано в талмуде что сама меда она разбита у нее своя структура первые три благословения этого восхваления творца потом в середине у нас есть просьбы и в конце мы благодарим творца за то что он нас слушает в начале во второй втором благословении мы упоминаем рофе холим что царь о чем ты и стреляешь больных в медраше сказано что если мы действительно умеем молиться если человек клал израэль мадреш спрашивает почему не отвечают на наши молитвы почему случается что мы молимся и у нас нет ответа нет позитивного ответа как нам кажется отвечает медраше что мы не умеем молиться что это значит по тому как есть структура значит первые три благословения этого восхваления творца мы объявляем мы признаем что он вообще может что что он всесилен что он управляем всем миром если человек сам болеет или у него кто-то болеет и он у него болит душа за него он хочет молиться за него когда он во втором благословении говорит рофе холим хашем ты исцеляешь больных но и он 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 просит творца он он кричит он может быть даже начинает плакать когда он произносит эти слова но на самом деле это не место просить сейчас мы находимся в начале молитвы эта структура показывает нам что сейчас мы восхваляем творца мы объявляем это это восхваление это это наша потрясающая как бы реализация того что а чем что ты вообще из себя представляешь что ты можешь и это наш битахон это наша мы показываем этим нашу уверенность творца поэтому это другой вид молитвы как объясняется в этой книге что есть разные виды молитвы и даже если мы это ждет нас это мы мы должны это получить и небеса открытые только это нам хотят это дать но мы говорит рафинкас мы не можем это получить если мы не знаем как этим пользоваться что возможно именно этот подарок он может опуститься это это браха это благословение это изобилие может только пуститься с небес когда мы будем использовать правильный канал молитвы поэтому если человек не знаком с этим с этими правилами на как что может это получить в мы открываем для себя что молитва это это диалог это не что-то что просто мы читаем мы должны как будто уже прочитать отсюда до и и и идти домой это диалог когда мы обращаемся к творцу он отвечает нам сказано что почему у сары у рифки у рахель так много лет не было детей что не сава кудышборох улит филосом и больше он 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 жаждет молитвы этих праведников и праведниц это не значит что молитва чтобы что что-то получить это молитва это наша связь имеется ввиду что опять же это диалог это у нас есть какие-то отношения друг другу поэтому когда мы начинаем это понимать тогда опять же наша молитва становится совершенно другой это она наживая она останется живой в несколько лет назад один раввин он занимался кашутом иерусалиме рэп амрам лёй рэп амрам он заболел и в один момент он попал в кому и прошел день неделя две недели и это продолжалось и врачи сказали что них нету никакой возможности ему помочь но превосло чудо открыто чудо что за несколько через несколько недель из каких-либо изменений внезапно вдруг рэп амрам лёй открыл глаза он пришел себя он полностью выздоровел он вернулся он начал опять же работать и это был действительно настолько взял фурор что в это время бывший премьер-министр израиля рель шарон он лежал в коме и это продолжалось месяцами месяцами сами уже годами его родственники его семья были были готовы желали найти какой-то выход из положения они пробовали все что возможно чтобы помочь ему когда они услышали то что произошел с рэп амрам лёй то в один день ему звонят что вот мы близким родственники мы это дети ариэль шарона и мы хотим узнать мы хотим узнать как у вас это произошло мы хотим прийти специально с профессорами и вас действительно узнать от нас как может быть мы сможем что-то из этого извлечь чтобы помочь шарону и он сказал конечно когда они пришли там целая делегация с профессорами с врачами и его семья и начали его расспрашивать точно как это произошло к и все разные аспекты болезни его то какой-то момент он понял что это все как-то никуда не ведет и он обратился к ним и сказал что смотрите вы пытаетесь найти в чем был секрет моего исцеления на самом деле с медицинской точки зрения то я уверен что вы стараетесь максимально и у вас лучший лекторал лучшим хим вы ставите все возможности которые ваших силах помочь рель шарону но секрет моего исцеления он является в том что у меня данный момент у него было больше ста внуков и правнуков нет и вся моя семья каждый день они обращались сам молитвы к творцу это были слезы это были они заканчивали книги таилим псалмов каждый день не были точно не разделили тупо по всем родственникам они ходили кодекс и не плачь и это было из одного дня каждый день было тысячи тысячи молитв которые поднимались на небеса на самом деле только это секрет моего исцеления и так что сколько мы не говорили разных факторов как что с мы это это нас не придет потому что это действительно то что спасло мою жизнь и когда мы это понимаем что даже если у человека действительно его избавление выстеление в успех это ждет его но мы учим здесь что чтобы это действительно получить чтобы это опустилась к тебе ты должен научиться когда и как использовать этот огромный подарок этот наш диалог с творцом ну что тогда действительно мы увидим что это молитва на работает спасибо успеха